Здравствуйте, и мы продолжаем проходить испытания кочевников в Гризе Лонгдарк. Итак, мы в заброшенном наблюдательном пункте. Я тут, как обычно, проспал три дня. Возьмем альпинистский трос. Пойдем спускаться на нем. Да, он очень сильно замедлил движение. Целых пять килограмм это... Почти что... Ну, не знаю. Это больше чем ружье. Больше чем канистра полностью наполненная. Ну, по крайней мере нам идти недалеко. В этом домике, по сравнению, например, с домиком лесника, на прошлой локации, на Загадочном озере, в нем как бы холоднее. Там есть кровать, которая не добавляет тепла вообще. Вот тут, кстати, два спуска. То есть, если в домике лесника кровать добавляет аж плюс шесть градусов, тепла. То есть, здесь кровать добавляет плюс ноль. То есть, не добавляет тепла вообще. Но зато здесь немного теплее. В домике лесника было минус пять, а здесь минус три. Так что, непонятно, что лучше. Вот тут можно костер разжечь, или что там лежит. Это типа мини-укрытие. Там есть какой-то рюкзак. Давайте глянем. Это просто дрова. Вот, надо кедровую дровинку взять, например. Хотел обе возьмем. У меня не так много дров с собой. Ну, палок тоже. Сейчас мы пойдем на АЗС. На последнюю локацию на этой, на этом шоссе. Как бы недалеко. Главное, не наткнуться ни на кого. Медведь, оказывается, убить-то не так уж и сложно. Судя по прошлой серии. Две пули в голову. В теории можно, конечно, и с одной. Какой-то труп. Но я здесь уже был. Как-то поднимался наверх. Лучше всего сейчас спуститься в самый низ к дороге и идти по ней. Чтоб не заблудиться. А то, кто знает. Может, я выйду на переход в отрадную долину. Если буду идти дальше по дороге такой. Но, по идее, можно идти вот так. Я точно сейчас не знаю, где находится АЗС. Я, конечно, сейчас пока три дня сидел в этом пункте, понемногу еду подъедал, так что вес должен стать меньше. Но не сильно. 45 килограмм все равно. Скорее всего, когда мы идем до АЗС, будет еще остановка. Я пропущу еще один кусок, где будут так же тупо три дня сидеть на одном месте. Зато АЗС осмотрим по-быстрому. Там полно всяких полезных вещей. Скорее всего, там будет топливо. Много топлива. Много еды. Так, машина. Смотрим. Ой-ой-ой. Опасно было. Много будет там еды. Книги там не будет, скорее всего. Раз в испытаниях книг нет. Шарф. Шарф это хорошо. Но он мне не нужен. Так, ничего. Тут еда. Спички, которые мне тоже не нужны. С чего спички? Да сколько же спичек? Я бы уже, если бы все спички собирал, набрал бы штук 300, наверное. Колень. Халявный. Его бы можно было тоже убить. Но мне со мной не нужно. И так еды так много. И она еще очень медленно естся. Все дело в сложности. Я уверен, что сложность здесь легкая. Слишком, слишком медленно тратятся калории и усталость. А тем более холод. То есть тепло. Холод, тепло. В общем, даже с большим холодом, с очень низкими температурами, тепло уходит очень медленно. А на максимальной сложности тут может за пару минут спуститься до нуля. Разумеется, реально вам беременни. А не игрового. Так, вот и, собственно, что-то мини-поселок. Или что это? Маленькая населенная местность. С заправкой. Надеюсь, я очень много еды съем, покажу, сидеть на АЗС, потому что перевес очень сильный. Ну или можно что-нибудь выкинуть прям там. Практикуемся в стрельбе. Почему нет? Кто мешаться будет? Не хочется от него убегать. Давай. Ты меня должен уже увидеть. На ровном-то... На ровной местности я тебя завалю. Здорово. Да что ты... Это, конечно, было тупо. Ладно. Патронов мне не жалко. Главное, чтобы он не мешался. Мясо мне его не нужно. Все равно лучше бы я попал. Это было немного ниже прицел просто спустить. Да, вот и топливо. Сколько еды всякой разной. Черт. Ладно. Начнем от силы. С кассового аппарата. Магазин нужно гравить с кассового аппарата. Качки не нужно. Это, по-моему, использованный банк. Не очень хотелось бы саргины брать, а то они могут отравить. Так, еще хлады. Ну, я их полыбрасываю на этом же... В этом же месте. Так, это... Да, использованная банка. Стая. Так, теперь я иду еще медленнее. В прошлом испытании мы очень долго заполняли все эти... Там у них холодильники заполняли, мы просто шкафчики заполняли. Так, ибо... Это что такое? Еще сколько тут воды всякой еды и всего. Еще спальный мешок. Тут что? Нет. Опять еда. Надо перестать брать еду. Мы постоянно находим очень много еды. Надо оставить только ту, которая... Ну, по весу... Поле-менее нормальный. Все остальное оставить здесь. Потому что осталось довольно мало времени. То есть, место, которое нужно пройти. Ну, или времени игры, можно так сказать. И там столько еды точно не нужно. Да. Как говорится... Жадность фрая разбубил. Ладно, сейчас дойдем до ближайшей, вот до той. Очень удобной. Красный, хер. Не знаю. Ну, в общем, ящика. Большого. Ну, 10 килограмм помещается и сложен туда. Все, все, все. Так, вот ножовка, в которой мне не особо нужна камешка почина. Так, почему-то я ткань не взял. Хотя, может, лучше будет брать. Так, давай сортирую по качеству. Так, это я точно буду есть. Татончики нафиг не нужны. А вот это нафиг не нужны. Слишком много весит. Так, консервировались не буду. Это не подходит. Ладно. Нету с лоза тоже. Так. Такие батончики, которые плохие. Слишком мало калорийные. Так, вот сардины, которые я есть не буду. А то отравлюсь еще. Остальное все будем понемногу съедать. Нож не нафиг. Конечно, хороший, но у меня и так уже два ножа с собой. Не знаю, зачем мне два ножа. Но как-то, не знаю. Я его случайно... Второй нож начал точить. При том, что первый был полностью заточен. Я не заметил, что у меня их два. Заточил на 100%. Поэтому... Пускай будет два, пока. Конечно, патроны в некоторых местах лежат. Под шинами. Может здесь... Здесь лежит топор. Еще один. Нафиг он мне не нужен. Так. Патечка. Еще один верстакт. На котором, кстати, можно работать, потому что на нем лежит два ящика. Ладно. Еще... Не особо нужен, конечно. Нет, в таких вещах можно найти ружье, по-моему. Ну, или хотя бы патроны. С некоторым шансом. Таких нельзя, а в красных можно. Так, ладно. Ничего интересного. Еще один фонарь. Ну и так, на самом деле, здесь почти полный фонарь. Хватит. Не буду я маленькой шоколадки собирать. Слишком уж мало калорий не дает. Вот он что-то по... Удальше. Надо пригодиться, чтобы пережить из-за меня. Я даже не буду, наверное, все обыскивать. Потому что мне это как-то надоело. У меня столько всего, и все это мне так сильно не нужно. Что я, пожалуй, просто оставлю здесь все, кроме еды. Ну, еще пара полезных вещей. В общем, в любом случае, сейчас я буду здесь три дня опять ждать. Мы скоро встретимся. Мы продолжаем. Ну и в общем, я как бы избавился от лишней части груза. Но у меня все равно его много. Брал все ненужные напоры. Ставил парочку на всякий случай. Все равно перегруз. Ничего с этим уже не поделаешь. Еще на улице метель. То есть, только что была метель. Сейчас я не знаю, что там. Просто ветер. В общем, хотелось бы сейчас за два часа успеть дойти до следующего пункта. Он как бы не так далеко находится. Я думаю, даже если будет ночь, да ладно. Нет никакой метели. Я оставил вообще всего один флайер. Потому что, не знаю, есть ружье. В крайнем случае, я просто пальнул специально промажу, чтобы всех отпугнуть. Ну, или попаду. В любом случае, за два часа, я думаю, до следующего пункта удастся дойти. Так, а дальше у нас, скорее всего, будет разбитое шоссе. Фундамент в разбитом шоссе. Там будет мало всякого всяких полезных вещей, на самом деле. Но, в любом случае, еды мне точно хватит. Я даже всю воду выложу. В крайнем случае, удастся ее натопить. А если нет, то на баночках с фокозировкой просидеть удастся. Это довольно просто. Все три дня на этот раз я просто пил банки все эти, испорченные. И этого хватало. На крайнем случае у меня есть парочка сухопайков. Их слишком жалко оставлять. Еще волки. Опять считает. Это довольно часто явление, по крайней мере, вот на льду, или... Ну, не знаю, наверное, только на льду. Очень часто волки ходят в стае. Опять же, это было нововведение. Но, похоже, это одно из тех нововведений, которые легко заметить. Олени по 4, по 5 ходят. Волки. Медведи только по одному ходят, потому что слишком далеко они так друг от друга находятся. Ну, кролики-то всегда бегали по несколько. Надо сейчас просто идти. Я, кстати, могу бегать. Мне это будет не очень быстро. Да и усталость будет тратиться быстро. можно попробовать немного побегать благодаря кофе. То есть, стало заметно медленнее тратиться, и поэтому можно спокойно бегать. Ну, почти спокойно. Да и то, что... то, что делает наш персонаж, бегом назвать нельзя. Он просто быстро ходит. это бег только для него. При этом еще очень сильно устает. Ну, ладно, у нас там где-то ачивка за 50 километров бега. Понемногу надо ее зарабатывать. Скоро, скоро уже закончится это испытание. оно меня уже раздражает на самом деле. Полно еды, можно выживать сколько угодно, но хочется наоборот быстрее его закончить. Возможно, кто-нибудь, кто только начинает игру, вот ему наверное стоит начинать с такого испытания, а не с выживания. Потому что оно очень подходит. Оно почти на легкой сложности, но нет. все-таки не на легкой. И почти что. Ну, я не знаю. В общем, в любом случае, если кто-то только начал играть, не знает локации, то в этом испытании он все сможет исследовать, найти все нужные локации, постепенно будет готов к нормальному выживанию на максимальной сложности. А начинать с каких-нибудь других заданий не стоит. Первым нужно по-любому знать карту, во втором тоже стоит знать карту или хотя бы как-то сбавляться от медведя. Я так и не понял, работает на него костры или нет. Вроде бы они должны работать именно на этого медведя, хотя на обычных они не работают. Это как-то странно. Еще одна машина. Да, один час остался. Что в машине? Шапка содовая. было хорошо. Еще шапка. Мне нужна тупо содовая. Ну, энергетические батончики. Так это не нужно. Я так оставил себе одну или два. так устало довольно быстро идет, идти осталось совсем недолго, так что я уже потом просплю как раз, если устало сильно накопиться. Возможно за эту серию мы пройдем четыре пункта. То есть сейчас зайдем на фундамент, я его пропущу, просижу там три дня. Потом шахта. Конечно это может быть не та шахта. я не помню эта шахта называется угольные холмы или та шахта которая блин, а если это шахта между шоссе и отрадной долиной, чем-то же придется потом возвращаться, чтобы найти ее сложно. Не, ее найти довольно легко, но ты возвращаться назад и потом там еще сидеть. я надеюсь это шахта которая мне нужна находится здесь. По-моему она называлась угольные холмы. Ну это мы скоро узнаем. Эти деревья кстати срубить нельзя, потому что они выглядят немного по-другому. Здорово. Куда ты вообще пошел? хорошо. А еще один. Их два было, а я целился в этого, куда-то побежал и поймем куда. Ну и пусть. Мне-то всего лишь нужно что-то он тут бегает как порезанный до сих пор. Я же по нему даже не попал ни разу. То есть я в него не стрелял, обычно не так бегают когда в них попадаешь. где именно фундамент? Здесь просто дерево. Ах, оно-то уже. Вот он, фундамент. Здесь мало чего есть. Давайте глянем, что тут вообще. Еще флайр. Горючее. Хватит не горючее, хотя оно качественно. не знаю на что это повлияет поедине на что. Так. Дай руку нет. Так, воздодер. Очень плохой воздодер. Не то, что по мне прям нужен был мой воздодер, потому что но не знаю, что тут можно будет скрывать. Я его все-таки оставил. конец горючим. Я ее использую, чтобы заправить фонарь после того, как буду уходить отсюда. шерстяные подожди, шерстяные кальсоны. У меня вроде не шерстяные. Да, у меня кермобелье. Шерстяные кальсоны это гораздо лучше. Успокойся. Ща мы возьмем эти кальсоны, подчинем их. Пока 18 минут. По идее, можно успеть до ночи. Ты успеешь? Да, успел, хорошо. Теперь они плюс 2, плюс 1. Весьма хорошо на самом деле. Всего-то для кальсонов. Варежки также дают. Шарф только плюс 1, плюс 1. Ладно, опять надо стопорить. Опять увидимся скоро. Ну и мы продолжаем. Сейчас на самом деле на улице ночь почти. Но идти недалеко, потому что я думаю даже при луне удастся. Хотя как-то слишком темно. там мне сейчас какие-то нужно. Я еще скинул немного лишнего топлива у того, с которым костер можно разжигать. Просто его слишком много, а костре жгут не так часто. Да и разжечь можно и бить всякого топлива. Так, нам идти совсем недалеко. Я даже могу нормально бегать. Наконец-то. это волк который ест зайц. Да отваливай я от тебя. Ешь зайц. Ладно. Еще один волк. Где-то. Видно, что нахрена. Так, хочешь, да? Да ты охренел. Одежду мне изорвало. Думаю, прям попаду как хай. Не видно ни хрена. Ночью бродить как-то опасно. Успел немного одежды порвать. Но вряд ли сильно. Наверное, не стоило идти ночь. Ну ладно. У меня полно всего, чем можно отремонтировать. Ну кроме разве что оленей штанов и ботинок. Да еще один. Сколько же вас тут? Я не туда иду. Черт. Что тут слишком много волков на этой переходной локации. Ну очень уж много. Как-то даже неестественно. А еще я опять промазал. С медведем это было бы просто кошмарно. Это не та шахта. Значит угольная шахта пыльные холмы это скорее всего шахта на самой локации. Там есть одна которая проходит через всю локацию. может мне в ней надо сидеть. Надеюсь что так. Это мне не нужно. На крайнем случае стоит запомнить. Черт. А он нехило так все порвал-то. Мудак. Не боится ни меня, ни Клайера. Ни выстрела. Серьезно он не испугался даже выстрела. Я конечно промазал но обычно волки боятся если стрелят. Даже если мимо. А этому все равно. Я думаю все таки ночью они более агрессивны. Ладно 30% это не так что плохо. Конечно починить я вряд не смогу. Можно конечно поносить с собой шкуры и посушить их но зачем мне и так нормально. А вот шапку я починю. Так раз уж это не та шахта то будем ее быстро проходить и идти к маяку или к церкви или на другую шахту. Ну я по логике пойду сначала в маяк. Пойдем немного еще топлива. Это мне не нужно это не нужно Так воды возьму потому что у меня обычной воды совсем нет. Черт. Несмотря на то что сложность как бы легкая волки слишком агрессивны. Они даже на харде не такие агрессивны. просто сильнее. Опять где нормальные ломы гвоздодеры? Почему все такие с поврежденным? Где там 80% 90% они у меня были кстати. Где вообще выход? Сейчас флайер уже погасит. Да все погасает. Так ничего он должен быть близко. Да вот он. Лимонад это нужно. Эти еще ножовка мне нафиг не нужно. металлом тем более. Я конечно починил мой единственный взятый с собой нож для в общем как он называется то? В общем не охотничий нож а второй который для вскрытия банок. Так а тут кстати можно тоже привязать к ноту и спуститься но как бы зачем то недалеко можно и так спуститься. Так темно блин темно это раздражает. Где светлые ночи? Или это есть светлая ночь в которой все равно не ширинка не видно. Так что мне такое перегрузка? Что я такого набрал? Так в общем пойдем на маяк опять придется идти мимо волков которые агрессивные надеюсь на этот раз они хотя бы не повредят одежду. Вот он сделал одно единственное повреждение и это должна быть одежда. Именно одежда. Хотя можно сходить в церковь. блин в церковь она на открытом воздухе. Там опасно. Чуть чуть. Я хотел бы оставить это место на самый конец. В общем следующая серия скорее всего будет последней. Потому что в этой мы придем сейчас в маяк. Даже можно попробовать добежать на этой. Кстати мне показалось добежать на шприце чтобы побыстрее мимо волков пробежать. А это просто кролик. Просто мне показалось что это волк. Потом подумал что я знак перепутал с волком. Ладно давайте вкольм шприц чтобы просто не парить. Блин он бегает все равно медленно из-за перегруза. Окей опять это не там машина. вот здесь проход сейчас наткнусь к волчару потому что они тут бродят. Конечно флайеры как-то их отгоняют но блин они стали слишком агрессивные опасные и опасные и опасные играя на сталкере я бы даже ночью не высунулся из дома но как усталости идет она идет в любом случае она спустится до нуля или нет сейчас следим я не буду бежать оставлен вот на такой позиции останется она на такой все о перевытомлении все-таки спускается на нуля в любом случае даже если бы я все время не лежал когда эффект пройдет будет перевытомление вот и маяк хорошее место здесь можно тоже спокойно жить где вход вот он но не то что здесь было много припасов тут есть немножко еды немножко воды печки халявные я не делал консервы рыбные потому что они рыбные просто осмотрим тут все быстро ну как быстро нет конечно спасают жизни но полагаться на ружье все-таки не стоит потому что я положился на него решил пальнуть по гребанному волку это не спасло нифига зачем-то я взял набор для починки одежды но он тоже не особо нужен я починю шапку раз и все этого хватит но остальное нет ни ресурсов ни ничего чистка ружья патрончик дайте есть канистра если слишком сильно потрачу топливо то я воспользуюсь канистры пожалуй кожа вода вода это хорошо потому что у меня есть баночки но баночки очень быстро кончаются серьезно вот так много воды постоянно пьет даже сейчас он хочет пить я просто не пил банку потому что она еще калории добавляет с полными калориями как-то в банку тратить не хочется так здесь тоже будет патрон тоже нифига не видно ткани шапки патрон он лежит где-то здесь один иногда здесь лежит два ладно по крайней мере я вернулся то что потерял опять нифига не видно зря только потушил фонарь ящики дерево на крайний случай ну все заканчиваем один час чтобы игра сохранилась и в общем-то все это на самом деле самая продуктивная серия а может и нет да нет самая продуктивная мы прошли две зоны и дошли до третьей до этого мы проходили по одной зоне за раз или вообще меньше ну ладно на этом мы закончим всем удачи всем пока до следующего удачу удачу а